Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришёл следующий вопрос. Где грань между надеждой на Бога и надеждой на себя? Когда-то один подвижник благочестия сказал, что молиться надо так, как если бы всё зависело только от Бога, а работать так, как если бы всё зависело только от тебя. Вот где-то между этими двумя идеями и находится золотой царский путь. Вообще образ взаимоотношения человека с Богом называется таким умным словом греческим, синергия, по-русски соработничество, согласно которому, в общем-то, Бог спасает нас не без нас. Допустим, то же самое спасение зависит от Господа Бога, но ты будешь спасён ровно настолько, насколько сам этого хочешь и к этому стремишься. Но в начале пути своих мы ставим Бога. перед нами стоит какой-то огромный валун. Бог говорит, давай, тащи его. Мы говорим, Господи, это же людям невозможно. А Бог говорит Богу, всё возможно. Ты говоришь, Господи, помоги. И предпринимаешь усилия по вере, а Господь дальше катит этот камень вместе с тобой. 3% твоих 97 его, или, может быть, 99,1, кто его знает. Поэтому можно, конечно, сказать, на Бога надейся, сам не плашай. В том смысле, не в том смысле, что как бы, ну, ты на Бога надейся, но всё зависит от тебя. Нет, на Бога надейся и сам что-то делай. Под лежачий камень вода не бежит. А трудящийся достоин припитания, пишет апостол Павел. Поэтому делаем всё, что мы должны сделать, потому что если мы постучались в одну, две или три двери из десяти, то ты уже согрешил тем, что не постучался во все. Часто Божья помощь находится за десятой дверью. И чем меньше мы начинаем надеяться на себя, на свои деньги, на здоровье, на связи, на ум, интеллект, родственников, а больше на Бога, тем скорее Он к тебе придёт. Он приходит тогда, когда ты понимаешь, что кроме Бога тебе никто уже не поможет. Когда ты ещё десятки лет будешь помнить, что из этой ситуации ты выкарабкался не потому, что как-то так обстоятельства сложились. Не просто совпадение произошло, не просто, что ты такой умница, или деньги помогли, или связи, или у тебя здоровье крепкое от родителей и дедов. А вот, что Бог тебя спас, Бог тебе помог. Поэтому всегда славьте Бога, всегда Господа благопросите, ежесекунды, ежеминутные Его помощи в каждом даже самом простом деле. Вот фраза «Господи, благослови, слава Тебе, Господи, Господи, помоги» должна постоянно быть на наших устах. Это такая краткая молитва. Я уже молчу про Иисусову молитву, это другая история, но это тоже важно. Действительно, чем лихорадочно листать тебе несколько минут, пока ты идешь в метро, ленту соцсетей, ты закрой глазки, почитай Иисусову молитву. Пусть ты хотя бы 5-7 раз скажешь умно, внимательно. Это больше тебе даст, чем бесконечный просмотр страшных и ужасных мировых новостей. Так что трудимся, как если бы все зависело от нас, молимся, как если бы все зависело только от Бога. Ибо так оно и есть. Все зависит от нас, все зависит от Него. Господи, помогай нам. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok